программ но они были самые тяжелые в своем классе на 17-дюймовых орудий 15-дюймовый америк английский по-моему весили порядка 800 килограмм нифигаси да много но ты понимаешь что автоматика руками максимум что могли зарядить это будет там же кран кран подъемный внутри стоял вот кстати вовчик поедешь в россию а в аршивовском тре я был там про заряжание сейчас там стоит настоящая башня там сколько там столько кстати такие же как здесь только там три а вот какая-то вот там больше не было ствол может быть немножко больше потому что они были нового поколения те пусть и прочее они были длиннее соответственно они стреляли как бы дальше пробивали боль больше брони и все остальное но это же время это тебе кажется когда ты кушку полешь ты поймешь что вы башни тут все равно еще действительно здесь тоже да вниз как бы что уходит тоже да тут и по подругам ну а тут к сожалению муки нет тут нет тут впереди в районе передней башни они сделали переносы да они сделали что-то в дженгом кто-то я не уверен ну вот в районе башни там есть вход он был закрыт там типа конферензала небольшого входа когда там проводят какие-то показывают мероприятия да ну не в смысле что усилительного типа а в смысле что оно что-то такое историческое да возможно а посередине там даже есть экспозиция как происходил бой собственно в центре сражения то есть там сделано что-то корабли одни движутся другие и оно в смысле механика сделано что-то реальные модельки корабли как маленькие типа так-так-так тут типа то было тут все ну музей вообще никто не умеет делать ну да здоровая машина скорее всего просто бюджет под музей очень хороший выделяется поэтому ну так все-таки корабли не так много осталось да да говорят кстати на Гавайях можно чуть ли не попасть на на миссуле да да говорят там и есть да там же у них до сих пор это база да я буду почитать на корабль попасть да да нет в смысле там стоит который ленкор если он сильно открыл его отношения это по сути ленкори которые больше всего участвовали так сказать на службах ну да и это пожалуй они не самые последние были постройки но это пожалуй так сказать пик совершенства ледневного корабля да в смысле что больше ничего нового не придумали последние корабли которые построили и ну и все если у него действительно можно подняться вон там какой-то военный корабль будет я не знаю ну это современная уже да я думаю все два корабля и что там такой стейкл здесь всякие транспортные ну да я думаю что гораздо больше ну у японцев есть вертолётоносцы я не знаю про что ты говоришь вертолётоносцы японцев я видел его он стоял один в гигане надо сфоткать надо сфоткать по гугл картам что ли вообще интересная история с с кем? с авианосцем с авианосцем а здесь стоял на службе последний дизельный авианосц а дизельный да да но его как бы списывать собирались по моему уже списали уже лет пять назад и собирались притащить сюда а там ну типа японцы были очень сильно против там я не знаю ну куда нибудь идти сказали и все здесь будет стоять наш авианосец здесь 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 то да авианосец по-японски там вот было там уя кара небо небо мама небо мама что-то там такое но да а я думаю если ты наберешь керрию потом юкоско по-японски то скорее всего это не идет да можно так в принципе по гугл картам посмотреть может он нет там фотки есть и вот кстати на фотках раньше он был сейчас не знаю есть нет ну был там по-моему кто-то стоял я могу ошибаться название возможно а а сверху какие-то блин флаги непонятные все смотри ну японский военно-морской а вот это тот цветной который непонятный какой-то африканский больше похоже ты знаешь морские в них немножко разные есть как бы они еще могут что-то означать типа вымпел например ну вот например есть определенного этого на есть когда он поднимается на корабль ну поднимают флаг специальный а ну не как самый главный флаг а он как дополнительный типа давайте генширюку там чего-то атомный флаг генширюку ну и чё далеко сейчас поднимем это ха-ха а как это второе чтение знаешь у мамы нет а булку а это какая разница в общем ты попробуй найти чё там иди здоровый а сара там лестница есть можно и бесплатно подняться фига платить ну вон вон видишь снизу ну ты запрыгнул запрыгнул и зацепился и поднялся но на самом деле там твой рост примерно высота снизу взаимные людей сверху ну да 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 повиснуть и подтягивать города то есть а чё зачем платить правильно ну если поступить по-русски то наверное да не но а здесь же при этом желательно под башней надо не нагать там там же не написано не лазить понимаешь вот если бы это япония да там все должно быть написано там не ходить не лазить да отсюда не ходить там не стоять там тут не зацепляться да но если этого нету значит это можно может там забор стоит видишь цепь наверх это декоративно вот здесь тоже смотри вон видишь забор чистой но люди же там ходят ну так они же вокруг обходят нет тут ножа не можно перепрыгнуть это точно ну я и говорю а там вообще на газоне вон сидят ну ничего пофигу кстати вот тут самые верхние орудия на этом корабле тут у меня получается два ряда орудия вот шестидюймовые снизу батарея стоит примерно штук шесть орудий и сверху еще два по краям шестидюймовых есть а между ними стоят меньше орудий некоторые из них еще крутятся а а ну это вот типа вот как зенитные они такие да раньше считалось что чем больше орудий тем лучше это пришло с историей так сказать парусного флота а ну это когда залпами мы да проехали больше это хрень с мачтами это скорее всего не оно не он должен быть больше это скорее всего это скорее всего это скорее всего или транспорт или транспорт скорее всего какие-нибудь это япония а вообще-то япония открой это просто гугл мауз да посмотри вот где мы сейчас стоим там вид сверху я думаю что эти корабля они не так часто меняют локацию с локацией нет они я думаю на джурсу находят они просто только стоят мы можем да мы можем увидеть просто с этого там сатилайт когда включаешь не-не-не-не они же снимают каждый раз сатилайды обновляют гуглские там не знаю раз в 3 года да я видел это такие же как вреди я знаю что я даже раньше помню что на старых сатилайт и гугл стоял рональд рейган называется рейган это интересный тип рональд рейган или это все-таки Это название? Нет, просто у них тип вот тоже он как-то называется. Возможно, у Рейган есть. Не, ну там тип есть. Как они называются? Нимец, да, там. Может, это Нимец. Вот, а есть потом еще какой-то тип там. Вот Нимец был, у них сиренний большой тип. Ну да, и много разных президентов там. Они же в честь президентов обычно называют. А типы у них там одним словом назывались как-то. Я не помню сейчас точно. Возможно, кстати, ты прав. Возможно, Нимец есть. Вот, смотри, на Югусском. А, Рональд Рейган написал, блядь. Она мне на Югусска Стейшн. Вообще, знаешь, Рейган. Они могут здесь стоять. Да, да. Туда видно не будет. Ну да. Но, по-моему, раньше нашли стояли. Раньше вот здесь, по-моему, стояло. В этом месте. А и тут база, тут не видно. Тут с этой дороги не видно туда. А, там военно-морская, которая база, да? Ну, это всякие типичные. А туда не заехать, да, вообще вдоль базы? Вдоль базы как-то проехать можно. Ну, в смысле, туда вирсу не подберешься. Ну, там территория огорода. А, ну, то есть, с берега... С берега только, да, там? Да. Без разрешения Рональда Рейгана. Ха-ха-ха. Да, короче. Жаль, жаль. Вода чистая, в принципе. Не, вот мы дальше в Мюру поедем, там вообще довольно чистенько. Если волны нет, там будет на вид. Надо, короче, сесть, заточить там что-нибудь. Да. Ну, там такие. На авианосце прям. У меня есть пару булочек? Я бы он на авианосце будто на палубе посидел бы так, в принципе. Поел бы что-нибудь. Как американские военные ели мороженое на авианосце на палубе, когда он тонул. Ну, а чё? Давай повторим. Я плавки, правда, не взял. Так надо сначала его потопить, значит. Ну, мы попросили, так это. Вот для нас специально, сядешь, все-таки. Не, просто вроде это известный случай. Вот во второй мировой войне. Да? А чё они сделать могли? Ну, корабль там вроде, я не знаю, или пожар на нем был, или он был торпедированный, постепенно тонул. Ну, он тонул долго, в смысле. Но уже, как бы, грубо говоря, был отдан приказ покинуть корабль. Да? Да, и народ сидел на палубе е-мороженое. Ахахаха. А где было? Ну... Американцы, ну. О, ещё вон. Ну, тут это уже рыбацкий плавают, да? Да, это похоже-таки немножко на Костгардаш. А, вон, видишь, это, видимо, с этого, с автосалона, или как-то, автоакциона. Машины стоят в Порто, ожидают. Ты знаешь, подержанные машины, вот, чтобы возили их из Якогама, из Токио, я, честно говоря, даже не знаю. Раньше, по крайней мере, в Россию возили из того, как говоришь. Не, а это Америка, скорее всего, в Америку уходит. Из Якогамы? Подержанные машины из Японии в Штаты? Да. Я не думаю, я думаю, своих хватает. В Японии, да-да, возят ли машины? Штаты? Из Якогамы. Возят? Раньше возили. Мы ещё вот это... Там, короче, когда поднимаешь на кольцо обозрения, там внизу сейчас, короче, построили такую хуйню, амфитеатр, типа там, не знаю, там, какой-то... Ну, какое колесо? Ну, которое на... Минтамирай. Минтамирай. А, в смысле, из Каная? Гандам-гандам, где стоит, наверное. Вот Света же работала, Света же работала на машинах, а на Каная было всё. Так не факт, что они туда отправляли. Оттуда? Ну ладно, можно. Там прям этот колон-стойник этот стоял. Может быть. А, это где-то Мару... Это Нихон Мару, да, вот этот корабль? То обозрение колеса? Да, вдруг, да. Обозрение колесо там... Ну, Минтамирай. Там тоже был этот... Там был тоже. Вроде тоже открыт этот Нихон Мару. Нихон Мару? А, ну да. Подожди, Нихон Мару или как? Пару, знаешь, ты выбрали возле... Возле этой, как её... Марк Тава. Ну, так и называется. Вот, получается, короче, этот. Японцы фотоят откуда-то его. Это 9 дней назад было. Знаешь, тут чувак спит вот этой самой. Там, возможно, был день открытых дверей, когда можно было попасть на базу. А, ну вот, надо. Человеческим лицом тебя туда не пустят. Да, у них здесь частенько, особенно осенью, вот проходят вот эти дни открытых дверей на базе. Я вот видел до этого... Как она? В большинстве случаев русских не пускают. Вот Сога. Вашинки могут только пустить. Сога, по-моему, там вот здесь есть недалеко база. Сога? Сога, да. Кемп... А, и зама, замы... Я в заме был один раз, а потом больше не пускали. Чё так? Ну, они меня первый раз, по-моему, тоже пошли пропустили. А? Да. А чё они, из-за чего так не пускают? Ну, они говорят, типа, о-о-о... Они говорят, не паспорт, а им что достаточно? О-о-о. Ваша страна типа в списке вы не пускать. Ха-ха-ха, так ты ж не из России. Ну, блин, ну как не из России? Россиянин? Ха-ха-ха. Форкал у тебя, б***ь. Вот они на палубе выстрелились. рады познакомиться мы вас очень рады видеть японцы ждал демонстрации вы устроили что пойдем куда можно так вокруг прогуляться